Микс Ньюс У нас гости! Ребята! А это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Добрый день, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшнего Разворота, исполняющий обязанности главного инспектора отдела профилактики детской преступности Рижской муниципальной полиции Артем Калац. Здравствуйте! Представители муниципальной полиции, если коротко. На прошлой неделе мы начали обсуждать ежегодную контрольную закупку муниципальной полиции, когда муниципальная полиция приглашает подростков в возрасте от 13 до 18 лет поучаствовать в контрольных закупках, когда молодой человек заходит в место продажи продуктов и напитков в том числе пытается приобрести алкогольный напиток и вот тогда уже полицейский в штатском, который заходит вслед за подростком, проверяет проверяет, насколько продавец интересуется документами вот и мы на прошлой неделе в рамках утреннего эфира обсуждали это, это вызвало такой достаточно большой интерес со стороны слушателей, очень много побочных вопросов по поводу того, как это происходит, насколько это с моральной точки зрения корректно и все прочее. Вот некоторые вопросы задали и решили посвятить этому полноценной эфирой, кроме того, сегодня, как известно, школьная 1 сентября и тоже в связи с этим 150 работников, да, вашей муниципальной полиции работают на разных местах, вот об этом мы поговорим. Ну вот контрольная закупка, она происходит, да, все еще, имеется в виду в этом усиленном режиме? Можно так сказать, да, что все еще и в усиленном режиме и в принципе она целый год происходит, мы это делаем, делает вся полиция самоуправления города Риги, территориальные отделы это делают, участки и мой отдел, отдел по профилактике детских правонарушений происходит. Ну могу вот из последнего рассказать, что на прошлой неделе делали опять же контрольную закупку, проверили 7 адресов и в двух адресах продали ребенку. На одном адресе там был энергетический напиток, покупал он, а на другом адресе были табачные изделия, сигареты. Ну да, энергетические напитки тоже, они, во-первых, были внесены в эту категорию, кажется, не так давно, да? Пару лет назад появилось, что ребенку нельзя продать, но с энергетическими напитками такой нюанс, что санкции на то, что ребенок будет употреблять энергетический напиток нет, ему нельзя продавать, да? А употреблять он может? Пока по закону. Ну, санкций за это нет. Запрещено ребенку как таковому, да, по закону о защите прав детей, но в законе нет санкций за употребление. Например, за употребление алкоголя есть санкция ребенку до 35 евро, да, может быть. А вот за курение до 15 евро. За употребление энергетического напитка санкций пока нет. Ну, у нас через полгода, возможно, изменится весь нормативный акт, административный кодекс больше у нас не будет, в нашем государстве будет другой нормативный акт, поэтому там, возможно, мы уже, ну, как-то законодатель это решит. Ну, получается, просто это, ну, могут быть разные мнения, но чисто из-за этих двух позиций такая нелогичность получается, да, что продавать нельзя, а употреблять можно. Ну, употреблять тоже нельзя, но за это нет санкций. Ну, по закону за, значит, не запрещено. Мы не можем ничего ребенку, если он как бы на улице, да, но если я, например, лично увижу, что ребенок на улице употребляет энергетический напиток, то я, конечно же, могу связаться с родителями, как родители на это смотрят, да, что... Как вы свяжетесь с родителями? Ну, как проверка данных персональных у ребенка, если мы видим... А, это вы не имеете права на это? Да, конечно. А на основании на чем? Ну, как ребенок, верно, если закон о защите прав детей указывает, что ребенок не может подвергать каким-то пагубным влияниям свое здоровье как бы портить, да, в этой ситуации мы знаем, что это вредно, да, у нас указывает закон, что не надо детям употреблять, то я тогда хочу связаться с родителями и узнать отношение родителей к тому, что ребенок употребляет этот энергетический напиток. Если мне родители скажут, что какое вам дело, пусть он употребляет, что хотим, то и делаем, в данной ситуации я имею право оценить возможную ответственность родителей за это, что ребенок... То есть, несмотря на то, что закон напрямую не запрещает, вы его одним путем можете все-таки... Но это уже будет на родителей. И родителям, возможно, может даже до такого дойти, чисто теоретически, это неисполнение родительской обязанности. Это статья 143 закона нашего кодекса административных правонарушений до 140 евро сначала, а по второму сечению года от 140 до 350 евро. А, кстати, вот на секунду просто от подростковой детской темы. Если говорить о взрослых, и вот это вечное просто уже сколько лет, вечные споры. Если полиция, муниципальная в том числе, замечает взрослого человека за употреблением алкоголя, ну, условно говоря, в общественном месте, назовем это там парк, да. Вот вопрос такой просто. Основываясь на каких законах применяются те или иные санкции? То есть, как сейчас это работает? За то, что он в открытом виде, за то, что это общественное место, за то, что он в принципе употребляет или как? Изначально в законе полиции там указано, что работник полиции, если он видит, что человек потерял возможность ориентироваться в пространстве, да, по разным каким-то причинам, да, то работники полиции имеют право сделать одну из трёх вещей. Это отвезти домой, это отвезти в участок полиции и вызвать скорую, отдать в больницу, да. И поэтому, если мы видим, что персона, ну, первый вариант, да, например, просто употребляет алкоголь в публичном месте, употребляет. Полицейский видит. Я имел в виду, человек не в нормальном состоянии, он ориентировался, просто он сидит абсолютно спокойно. Да, если работник полиции видит, что он употребляет алкоголь, у нас есть, опять же, Латвия с администрацией парка Помукодекс, статья 171, там указано, что санкция будет штраф за употребление в публичном месте алкогольного напитка. А публичное место по каким критериям напомните просто? Где любой человек может туда зайти. Ну, в принципе, парк однозначно это является, это публичное место. Просто да, но вот эти положения, они, конечно, вызывают очень много споров, что парк, конечно, номинально может быть публичным, но в реальности ты можешь находиться там один в радиусе километра. Ну, такое бывает. Когда-то раньше были, там до суда доходил, общественное место и публичное место, да, ну, сейчас это больше, это стрейды, об этом больше уже как бы никто не жалуется. Но раньше были даже как-то обжаловали в суде, там вот именно публичное и общественное место пытались что-то нарушить или обжаловать. Значит, первый вариант, когда употребляют, а второй вариант сейчас, это правила Рижской думы, пункт 6.13. Там указано, что нельзя находиться, опять же, в публичном месте с открытой упаковкой алкогольного напитка. Это уже правило Рижской думы, да, в данный момент. Если работник полиции не видит, что человек употребляет, но у него в руке где-то находится, значит, открытая упаковка алкогольного напитка, значит, открытая, это значит пробочка. Открытая. Или когда-то была открытая, но сейчас, возможно, он там завинтил ее. Ну как, и это тоже правонарушение. Значит, или первое употребляет, или находится с открытой упаковкой, или он уже употребил, и тот вариант, который изначально был, да, сам не может дойти до дома. Ну вот это да, это понятно. А часто вот, ну, происходят такие вот случаи, когда… Часто. Часто, да? Ну, то есть, а там динамика какой-то нет там, которая идет вниз, наверное? Ну, ну, примерно все… Разные тенденции, например, лето, когда первые деньки лета, да, то можно увидеть, как там пиво берут, да, где-то там в парках или куда-то идут. Это зависит тоже от района, там, в Балдерай, в автобусе прямо и везде где, да. Ну да. В зависимости от того, какая погода, возможно, это зависит тоже, когда… Ну, у нас сейчас вот такие нормы, что, ну, в принципе, это не приветствуется, да, обществом. Контрольная закупка, в этом году возвращать к ней. В этом году вы сотрудничаете с кинотеатром, получается, с форум-синема, и всем, кто участвует, вы предоставляете билеты. Вы первый раз, да, с кинотеатром? Нет, уже не первый раз, да. Они тоже изъявили желание поддержать, как бы, и почему бы и нет. Просто вот интересно, во-первых, да, насколько отзывчивы молодые люди, вот их родители. Бывали ли случаи, когда, например, молодые люди хотели, а родители нет или наоборот? И насколько вот кино является, билет в кино является мотиватором или у подростков срабатывает какая-то гражданская там позиция, там, ответственность, сознательность и так далее? Насчёт родителей, что родители против, а дети хотят. Такого не было. Обычно сами, ну, дети, если изъявляют желание, видно, ну, родителям объясняют, почему они это хотят делать, тогда родители, как бы, соглашаются, да. Иногда бывает наоборот. Родители очень хотят, требуют, да. Ребёнок говорит, нет, я не пойду, да, ну, стесняется. Ну, конечно, никто не будет заставлять, и что это такое. Отзывчивость сейчас есть, на электронную почту нам пишут. Но, опять же, как уже вам ранее говорил, что пишут такие, например, там, мне 26 лет, я выгляжу на 14, берите меня, там. Или вот один мальчик сегодня видел, тоже написал нам, что, ну, он написал первую часть персонального кода, но, видно, ему ещё нет 15 лет, да, но он как бы хочет, мама, номер телефона, всё есть, ну, тогда мы просто сообщим ему, что, возможно, попозднее немножко, когда ему 15 лет. Но большинство всё-таки подходит. Большинство подходит, но, опять же, кто-то не из Риги, где-то недалеко от Риги, он может только в определённое время. Ну, кто-то, возможно, потом мы ещё позвоним, откажется. Ну, как бы, это не... Просто помимо возраста, ну, это понятно, тут не попадает, так не попадает. Помимо, что вы ещё назвали, вот физически он находится в другом самоуправлении, не может получать полноценно. Ещё были какие-то критерии, по которым вам пришлось человека не взять? Ну, возможно, слишком выглядит, возможно, слишком уж взросло, да, потому что вот пару лет назад был один молодой человек, он такой крупненький, такой, возможно, даже повыше меня, у меня так даже... Ну, на лицо вроде, ну, можно понять, да, что ребёнок на лицо. Но за день до контрольной закупки мне звонит и говорит, Артём, мне побриться или не побриться, как вам кажется, да? Ну, вот, поэтому, ну, конечно же. Ну, да. Провоцировать так специально это, ну, нехорошо, да, это не будет нашей практикой или целью, да, специально туда заслать какого-то такого уже, который выглядит на все 30, да, и чтобы он там что-то пытался купить. Но опять же, в законе об алкоголе, да, там указано, что и в табачном законе, что пока тебе нет 25 лет, ты по просьбе продавца обязан предъявить документ, подтверждающий твою личность. Обязан. Обязан. Ну, конечно же, продавец не знает, сколько ему лет. Возможно, он скажет, мне 30, я тебе ничего не обязан показывать, да, но в любом случае продавец любого магазина, он может даже отказаться продать алкоголь, даже если человек, ну, если ему кажется, что ему нет вот этих 18 лет, и человек не предъявляет какой-то документ. Еще важная деталь, в нашем государстве есть документ, подтверждающий личные две вещи, да, это будет ID-карточка или паспорт. Права, да, или там колледжа с апплец, либо университета апплец, либо это не является. Это нет. Да, так что, возможно, даже были ситуации, когда, ну, как-то они или подделывали, или чужую показывали. А водительские права? Официально не является документом. Ну, возможно, да, возможно. У меня тоже иногда спрашивают, бывают такие случаи, если показать права. Ну, меня тоже как-то спросили, я даже покраснел немножко. Да, но вот помимо возраста и внешних данных, получается, что подросток должен обладать, ну, просто получается так, что он должен обладать некими актерскими еще показателями, потому что ведь для ребенка это такая, ну, стрессовая ситуация, наверняка в его голове он представляет, что он участвует в какой-то спецоперации кино вообще такого масштаба, вот, и насколько вы психологическую готовность, что ли, проверяете? Ну, то есть ребенок, он в этой ситуации может, ну, не знаю, он может как-то повести себя неизвестно как. Ну, да, ну, у нас разные дети были, да, кто-то, может быть, даже очень скромно так пытается, как бы, это купить, да, идет, немножко беспокоится. Ну, в принципе, это даже, возможно, больше в продавце, ну, появятся какие-то сомнения, чтобы еще больше проверить было, ну, его возраст, а другие более так активные, да, ну, это вот как и в школе, есть тихие дети, есть такие более шебуршные, да, которые готовы, не стесняются, да, дети разные, и поэтому тоже по-разному происходят эти закупки контрольные. У нас один раз был такой нюанс, что девочка пошла энергетический напиток покупать, но она взяла вроде бы энергетический напиток, но в котором нет таурина и кофеина, да, и получается, как бы, ну, ей продали, так, а там, как бы, ну, не то взяла, так сказать. То есть, она взяла то, что она могла купить? Да, да. По закону? Да, да. А, ну, просто получают энергетические напитки тоже в этом плане? Есть там, не скажу, как называется сейчас, да, ну, что там вроде написано, что это энергетический напиток, но это не совсем то. И так же самое с этим алкоголем, там, ребенок, который не в курсе, он может и перепутать, он может взять, там, этот коктейль безалкогольный, да, ну, 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 а что, ну, вот, поэтому такие ситуации тоже бывают. И, с одной стороны, ну, как бы, ничего в этом такого нет, как бы, да, ну, вот, и не получилось. Давайте, позвонок, принимем, наденьте наушники, послушаем радиослушателя. Добрый день. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Ну, мне кажется, что вот со стороны это выглядит как привучение сизмальства. Ты спровоцируй кого-то на правонарушение, а мы тебе за это конфетку дадим. Спасибо. Очень распространенное мнение. Вот в прошлом эфире тоже очень много слышали таких мнений, что это, ну, мы уже говорили и тогда с вами, что такое, ну, что ли, приучаешь ребенка, мягко говоря, к осведомительству, а переносном значении, вы знаете, как это называется тоже. Да. Я скажу так. Изначально у нас в государстве принято, да, что мы все делаем по закону. Другой возможности проверить продавца на корректность, на исполнение закона или хозяина магазина проверить на это же, да, у нас просто нет другой возможности. Это единственная возможность, как мы можем проверить, продается или не продается вот этот алкоголь, сигареты, табачное изделие или электронный сигарет, или даже вот эти щидруми, то, что наливает электрожидкость, они тоже запрещены к продаже, к детям. Это единственная возможность, как мы можем это сделать, и это нам разрешает закон. Если законодатель нам предложит какой-то другой вариант, как мы можем проверить, продают ребенку или не продают в магазине, то тогда… Звучали предложения. Наши радиослушатели, кстати, тоже, пожалуйста, вы можете свои предложения высказывать. У нас есть телефоны 672-12-93-9, 672-13-93-9 или в WhatsApp писать 230-6191. Кто-то сказал, по-моему, про камеры видеонаблюдения. Просто вот ставишь камеру прямо на кассира направленную, и там все смотришь. Если необходимо, запрашиваешь записи. Ну да, но это, опять же, будет хозяин магазина это делать. Опять же, это камера. Чтобы установить камеру и снимать, это надо в ВАЛС, да, ТВСРДБС-инспекция, надо разрешение, надо где-то хранить на жестких дисках. Ну, государство не может обязать в каждом магазине ставить видеокамеру. Это будет уже противоправно даже, с моей стороны, как-то заставить коммерсанта еще и смотреть. Не, ну камеры ведь так или иначе установлены. По закону не обязательно. Не обязательно. А, то есть сам хозяин решает. Да. Что у многих установлено, это просто безопасно. Раньше в какой-то момент было обязательно, но сейчас это отменили. И еще один нюанс один, что иногда камеры очень часто муляжи, просто они не снимают, они есть, но они не снимают. И пугнуть. Еще другой вариант. Камера есть, но она транслирует на экран, но не записывает ничего на жесткие диски. Тогда не надо разрешения отдать у ВАЛС-инспекции. И получается, охранник просто смотрит, но запись не сохраняется. Вот, поэтому с камерами там это однозначно нет. Это не рабочие. В данный момент у нас есть правило Кабинета министров, и там конкретно описано, ну, нам законодатель, нам дал право это делать. С 15 до 18 лет происходит контрольная закупка, это делает полиция государственная и полиция самоуправления. У нас как бы открыты рутки, и мы делаем это на основании нам данного сверху, как сказать, указа, и мы это исполняем, и это наша обязанность. Если есть какие-то желания, пожелания, то можно идти в Сэйм, да, предлагать что-то. Небольшой сейчас перерыв, рекламная пауза, и скоро вернемся. Продолжается разворот. У нас, напомню, в гостях исполняющий обязанности главного инспектора отдела профилактики детской преступности Рижской муниципальной полиции. Артем Калас, вы можете звонить еще раз, напомню, 672-12-93-9 или писать через WhatsApp сообщение 230-6191. Мы говорим про контрольную закупку, которую полиция проводит ежегодно и, в принципе, постоянно, но вот в преддверии, во время начала учебного года она такая более интенсивная. Я когда смотрел пост муниципальной полиции в Фейсбуке по поводу того, что эта акция анонсируется и приглашаются молодые люди, комментарии, конечно, это классика жанра, то есть очень много скептицизма, очень много критики, и просто интересно, что вы ответите этим людям. Одни из самых распространенных, я выписал таких критических комментариев, было... То есть полиция, она уточнила, что все молодые люди, они будут по возможности участвовать в этой контрольной закупке не в своем районе, не там, где они живут, чтобы они не знали этого продавца, чтобы их там сверстники не узнали. Ну, вот комментарии пишут, как будто Рига – это метрополия, и так или иначе, даже если вы в соседний или в далекий район отправите, все равно Рига маленькая, и так или иначе могут как-то люди встретиться. Вот что вы на этом можете сказать? Могут встретиться, но, опять же, роли вот этого молодого человека, да, получается, как вот эти правила кабинета министров на три листа, да, там не оговаривается сам процесс, как мы это проводим, но у нас принято так, что работник полиции идет вместе с ним, да. Вслед заход, я так понимаю. До этого сообщалось, что он должен зайти вот прям вслед заход. С ним вместе, потому что работник полиции пишет рапорт, да, и, ну, может, до него, после него, но чтобы во время продажи, чтобы работник полиции видел сам это, как это происходит, потому что потом работник полиции пишет рапорт об этом происшествии. И ребенок, опять же, в любой момент может отказаться об этом. И он, сам ребенок, он заходит в зал, да, покупает алкоголь, ставит на прилавок, ему пробивают, не пробивают, или там продавец подает, да, сзади, и как только, как бы, ну, или пробит, или ему отказались продать, ребенок сразу уходит, разворачивается и уходит. Реально продавец его видит, ну, там, не знаю, минуту, полу минуты. И общения никакого не происходит. Продавец просит документ, ребенок говорит, у меня нет документа, да, и тогда продам, не продам и все. Если ситуация такова, что продавец ведет себя правильно и корректно, он спрашивает документы, документов нет, он не продает, coming out происходит после этого, вы участвуете в этом закупке или вы уходите, все, он взялся? Как когда, разные ситуации бывают. Иногда потом мы зайдем, когда у нас акция, что мы предупреждаем, да, и говорим большое спасибо, вы молодцы, да, но иногда нет. У нас пару лет назад было еще с центром профилактики и здорового образа жизни, ну, Рижской думы есть такой, да, то они даже какие-то там презенты давали им, что, ну, в принципе, спасибо, что вы так сделали. Из-за этого, забегая вперед, просто тоже распространенный комментарий, но это шуточно, конечно, сможет ли покупатель оставить себе купленный алкоголь? Да, я слышал, было там, да, ну, и алкоголь покупается на деньги полиции, да, потому что мы ребенку денежку дадем, да, и получается, тогда это нам принадлежит, да, она хранится в сейфе, денежки списываются, алкоголь уничтожается, потом делается комиссия, которая уничтожает, у нас там алкоголь, табачные изделия и эти, ну, тогда электронные, ну, щидруми, если мы щидруми покупаем для электронных сигарет. Подождите, уничтожается, каким образом уничтожается? Комиссия делает, уничтожается, выливается, раз так, там, может, даже на видеокамеру это делают как-то, ну, там это, ну, все официально, да. Ну, мы можем еще... Другое применение нельзя это найти, я не знаю, ну, не возможно, на компрессы. Ну, да, по какой-то благотворительности это назвать сложно, конечно, но все-таки уничтожать продукты, это, конечно, тоже... Ну, это не пойдет на благотворительность, ну, оно никак, к сожалению, возможно, в каких-то ситуациях, но нет, у нас, когда, ну, набирается там полный этот сейф, да, тогда у нас просто нет места куда класть, и вот, чтобы там... Еще один из распространенных вопросов, ну, это такая претензия, мы тоже уже вскользь, вот, когда мы по телефону с вами говорили, что в качестве претензии предъявляют вот пользователи, что вы очень, вы объявляете это вот очень публично, и многие продавцы, они просто уже готовы, они, то есть, уже видят, средства массовой информации используют, и они, ну, скажем так, они не в расслабленном своем, вот, как обычно, состоянии, они уже очень так бдительны. Это же замечательно, что они бдительны, если продавцы будут... Это период бдительный, а потом они расслабляются, понимают, что все, начало учебного года прошло, полиция немножко подуспокоилась. Поэтому вот я вам сейчас рассказываю, да, что у нас в течение всего года это происходит, в принципе, это даже неплохой такой шаг, да, пиарство, можно сказать, да, что мы напоминаем так об нашей активной деятельности, но, к сожалению, вот, уже после того, как мы сообщили об этом, что это все происходит, у нас опять, через два дня вот была эта контрольная закупка в довольно-таки большом торговом центре, в большом магазине, где продают не только съедобные вещи, да, алкоголь, сигареты, но и разное другое продают, да, там много-много касс у них, и вот там получилась эта продажа, к сожалению, был продавец, потом пришла начальница зала, начальница всего магазина, начала кричать на наших сотрудников, говорила, что мы не полицейские, хотя в форме там, ну, все, видео записывается, да, требовала документы, три раза показывала ей, коллега, документ, это отношение ужасное было, огромный магазин, очень известная сеть, да, и вот так вот себя вести, и, к сожалению, второй раз там уже это продали в течение, можно сказать, года. В этом же месте? Ну, скорее всего, в этом же месте, ну, там 15 касс у них, может, больше, и, в принципе, если вот в течение года второй раз продают, то санкции юридическому лицу до 7 тысяч евро фирме. Вот я и хотел спросить, да, в чем штраф? Вот если вы, значит, поймали продавца на продаже, что дальше? Тогда, ну, продавца поймали на продаже, то если это у него первый раз в течение года, то санкция будет продавцу от 200, 280 евро до 350 евро. Значит, продавец первый раз продал, ему 280 минимальный штраф. Это штраф ему лично или предприятие? Лично продавцу штраф. Продавцу штраф параллельно начинается дело на юридическое лицо, и уже юридическому лицу, если это в первый раз юридическому лицу, да, то будет штраф юридическому лицу от 70, так, немножко путаю, так, 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 юридическому лицу. Наверное, больше. Да, да, так, конечно же. Да, я пока телефону напомню, 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните нам, задавайте вопрос, рижская муниципальная полиция у нас сегодня в гостях, или пишите в WhatsApp-е 230-6191. Значит, юридическому лицу от 700 до 1400, это первый раз. В 100% случаев присваивается или он может в суде выиграть? Всегда. Или он может на основании чего-либо выиграть это дело? Расскажу. Например, констатирован факт, продавцу минимальный штраф, обычно продавцам, если первый раз мы кладем самый минимальный, потому что нам очень жалко продавца, и он объясняет, почему так произошло. Потому что если даже требует, то это хозяин магазина требует, чтобы продавец продавал. Вот я хотел спросить, требует, чтобы продавал несовершеннолетним? Да, к сожалению, такое бывает, да. То есть только ради денег? Да. Продавай, чтобы у нас было больше оборотов. Да, обязательно продавай, еще по штучной сигаретой продавай. К сожалению, не скажу, в каком предместе, сами можете догадаться, где, возможно, это больше происходит. И, к сожалению, такое есть. А юридическому лицу до 1400. А если повторно в течение года, то продавцу уже будет от 350 до 700 евро, а юридическому лицу от 2100 до 7000 евро. Сколько повторных в этом году? А в этом году специально для вас выбрал статистику. Повторных в этом году 5 штук повторных. Ну, это юридическому и физическому, значит, где-то 2,2. Могу сказать, что в прошлом году за весь год у нас за продажу, по первой части, ну, первый раз продали 102 протокола, ну, пополам можно делить, 50 фирм и 50 продавцу. Повторно было 9 протоколов. И за энергетики, это за алкоголь было и сигареты, а за энергетики отдельно было 2 протокола в прошлом году. В этом году, вот за полгода, можно сказать, энергетиков 14 протоколов, повторно 5, и всего продали, ну, пока что 33. Если вы анализировали, вот причину номер один мы уже установили, сам юридическое лицо, хозяин, владелец сам вот прям дает установку «продавай», это одна причина? Ну, это не в большинстве случаев, это 100%. Какие еще причины? Ну, например, наверное, просто невнимательность, наверное? Невнимательность и усталость, потому что, к сожалению, как сами хозяева фирмы приходили, рассказывали, что, опять же, фирма, если маленькая, у них нет возможности большие зарплаты платить продавцу, и тогда, опять же, на маленькую оплачиваемую работу приходит тот, кто, ну, как бы, возможно, ну… Совмещает. Да, совмещает, возможно, он не выспался, он невнимательный, и, ну, что не поднимая глаз, вот, ну, как автоматом идет, и все, продаешь, продаешь, и потом вот так, значит, устает. Вот, или в тот момент было, например, там, жарко слишком, да, или много очень было посетителей, и просто один за одним, там, уже очередь собирается, лишь бы быстрее продать, да, такое возможно. Ну, это основные, да, получается? Ну, да, других, как бы, особо не указывают. Так. А еще могу, тоже один момент вспомнил. Бывают такие ситуации, что, как бы, человек продал, да, но, оказывается, он даже и не продавец, например, эта уборщица взяла и продала, потому что, вроде бы, продавец ушел, там, на склад принимать товар, ну, вот, и тогда пишется протокол человеку, который за кассой был, и который продавал. Все равно, то есть? Ну, да, ну, человек продал. Обязанность, Дарба Дева, значит, хозяина магазина, обязанность инструировать, ну, хотя бы раз в месяц проводить инструктаж. У нас даже доходило до такого, где вот повторно в течение года было, что нам показывал хозяин магазина, что он инструктаж проводит каждый день. Вот утром он приходит, все подписываются, что я не продам, кому не надо, да, и вот. Но это, как бы, уже вину смягчающее обстоятельство для юридического лица, что он уже не знает, как еще это можно. И, опять же, в больших магазинах, в сетях, у них есть отдельная даже кнопка. Ты нажимаешь ее, и сам продавец подтверждает, что он проверил, есть ли ему 18 или нет. И пока продавец ее не нажмет, каждый раз… Да, и… На экране загорается. Да, 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 да. И вот это, как бы, тоже, возможно, мотивирует, что это тебе напоминание, проверь. Да, 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 да. И все равно. Сейчас вот еще совместно с этой алкогольной темой обсуждается… Были собраны подписи 10 тысяч по поводу увеличения возраста продажи. Предлагается увеличить его до 21 года. В то же время, если судить по тому, что говорят врачи, наиболее проблемной группой являются вот подростки не старшего возраста, уже почти совершеннолетние, а вот 13-15 якобы. Вы вот, основываясь на той информации, которая у вас есть на данных, можете это подтвердить или нет, что вот проблемная группа – это именно ранние подростки, младшая группа, 13-15 лет. Такой статистики нет, но, знаете, я могу даже согласиться с этим, потому что те, которые уже постарше, да, они уже как-то, возможно, меньше попадаются как-то, а вот, к сожалению, те вот, которые вы возрастно зазвали. У нас вчера, в пятницу был рейд до 10 вечера, и Прага съела около Аутоосты, прямо вот полицейские подъехали на нетрафарированной машине, там 8 сразу человек курило стояло, 8 человек, да, одному нет 14, а другим там, ну, по 14 было, там, мне кажется, 15 даже не было, и одному еще нет 14. И прямо восьми вот там на месте все эти бумаги оформлять, просто так, группками, и еще потом поймали еще, ну, за рейд, где 10 детей, вот, которые курили, 10 дел начали об административных правонарушениях. Ну, в целом, вот сегодня школьное, 1 сентября, так, 2 сентября, я так понимаю, что в первые дни я на такую статистику натыкался, в среднем в день 10, вот, 10, как-то сказать, протоколов вы оформляете по отношению к несовершеннолетним. В соответствии, в действительности, примерно? В среднем, понимаете, мы, еще есть государственная полиция про, как бы, работу, как у них там статистика, мы не знаем, да, но, например, если у нас что-то связанное с детьми происходит, то работникам моего отдела сразу же на электронную почту приходит актуальное происшествие, кто, какая фамилия, где, что сделал. А в среднем 10 в день, я думаю, это, наверное, нет, так страшно, нет, да. Я имею в виду вот именно сейчас период в этот период. В этот период возможно, да, потому что сейчас у нас актуальных очень много, и алкоголь, и ночью на улице. Вот, как хотел спросить, самые традиционные все вот эти нарушения, курение, алкоголь, хулиганство, в принципе? Курение, алкоголь, и ночью на улице до 22, лица, не достигнувшие 16 лет, не могут находиться до 22.00 на улице. Ну, после, получается, оборотов. После, после, извиняюсь, да. А это запрещено, да, находиться. 16 лет. С 16 лет можно, до 16 нельзя. И обычно еще тоже, что он вот и покурил, и был еще в ночное время на улице. Вот вчера, позавчера там в Старой Риге прямо они ходят в 2 часа ночи, да, вот, находятся на улице. Но в этом году, насколько я понимаю, ваш коллега из вашего отдела стал полицейским года, Марис Мариноско. Да, да. Получается, ну, то есть, были отмечены именно вот работа, скажем так, в вашей области. Да, нашего отдела еще лет 5-6 назад тоже Айел Илленфелда тоже стал у нас полицейским года, ну, в нашей, именно в полиции самоуправления Рижской, так оно и есть. Но Марис Мальновский, он больше на профилактические мероприятия, это лекции в школах. Да. В этом году Мариса мы послали в наш лагерь летний. Ну, про лагерь могу пару слов сказать, чтобы знали тоже Рижане, уже лет 7 подряд в сотрудничестве с спортивным клубом «Динамо Лат», да, Рижская дума финансирует нас, да, и мы делаем летний лагерь. Значит, в этом году отобрал мой отдел 75 детей, Рижан, 75 детей, и по разным причинам мы, как бы, делаем этот лагерь на неделю, в Рейзак науводим, и там с ними работают тренера, плавать, кушать, спортивные игры, какие-то музеи, вот подрезокное и замечательное место, да, и дети учатся дружить и как-то конфликтной ситуации решать, не употреблять, не курить, да, и вот это замечательно. Это одна ещё из наших функций, которые мы, мы во все стороны открыты, да, если какой-то радиослушатель предложит что-то, то это всё возможно реализовать даже, всё возможно, да, как-то эту профилактику, превенцию улучшить всегда можно. Вот 7-8 лет, ну даже 6 ещё лет назад одним из главных вызовов, вот я думаю, что и вашего отдела, и муниципальной полиции в целом, это были спайсы так называемые. Сейчас им положен конец, но, по крайней мере, в тех масштабах-то точно этого нет. Вот насколько, во-первых, действительно это так, и, во-вторых, не появилось ли новых каких-то явлений или вызовов для вас, для вашего отдела и, в принципе, для полиции, с которыми вы боретесь именно сегодня? Насчёт спайса, да, это явные веста с психоактива свелос, их запретили, в принципе, уголовным законом, и сейчас это очень легко решать. Если где-то у кого-то что-то, то можно там впрочем до уголовного дела начинать, и как бы это уже не проблема. Новые тенденции, ну, в принципе, не новая, а можно сказать старая, это вот сметешина с табак, кошлема табака, жевательный табак, да, в принципе, который официально в Латвии не должны продавать, да, но кто-то привозит его, и вот жуют они и в школах, и в гимназиях, да, и это как бы нехорошо. И сейчас вот подавали тоже, полиция самоуправления Рижская тоже подала, ну, присоединились к инициативе, что надо законом это запретить детям, потому что, к сожалению, жевательный табак, как бы за это там не совсем это как-то можно наказать. А покупают они, получается, в обычных местах торговли? Нет, не продают вообще, это как-то кто-то привез, да, или из интернета. Просто в этом смысле я хотел сказать, вот интернет, те же спайсы там и все вообще прочее, есть же интернет, вот насколько это удается вам как-то удалить? Интернет, пока что это так не происходит, но все наши интернет-магазины, конечно же, они подчиняются закону, да, то, ну, нельзя так. Есть darknet? Ну, это мы вообще уже, как бы, мы ничего там не можем. Это можно слишком глубоко, но есть даже, я думаю, зарубежные интернет-магазины. А, но есть там МСБА или откуда-то, они, опять же, там надо карточку, да, там надо быть совершеннолетним, то они используют чужую карточку родителей, и это мы никак не сможем. Это, возможно, тогда должны уже мыть, а на границе собачки проверять. Мы как Рижская. Через почту все это. Да, потом там на почте они все проверяют, спанируют, это уже их большее дело. Если говорить о школьных, вообще, вот, начинается школа, естественно, подростки в одном месте, все молодые, ну, дети совсем, подростки и так далее. Происходит очень много разных и конфликтов, в том числе, и ситуаций. Ну, из громких случаев, вот, последних лет я вспомнил, кажется, это в 2017 году произошло, когда в одной из школ здесь, в центре, на улице Бриебас, если вы помните, подросток напал и сбил сотрудника, вашего коллегу, можно сказать, муниципальной полиции. Помните этот случай? На югле. На югле? На югле, да. А, ну, правильно, Бриебас Гатва, значит. Да, во-первых, чем она закончилась, можете ли вы рассказать, вот, тогда было возбуждено дело в отношении этого подростка? Я так не расскажу вам, да, ну, там даже несколько, там был еще второй был, который тоже себя ужасно вел, там, на уголовное дело, не знаю, на обоих или на одного, ну, там дальше будут, ну, как, дальше суд, и они будут решать, что делать. То есть... Но с такими случаями сталкиваетесь? Вот последние годы тоже? Такого, это можно сказать, единичные случаи, такого нет, это просто воспитание ребенка, да, потому что школа-школа там только специализирована, и с этого года, как бы, этой школы официально, как бы, больше нет, там, при структуризации ее, там, пятая специальная школа перенимает, там меняется все, потому что там у школы тоже вроде бы какие-то были проблемы, да, и поэтому так там все вместе получилось, что вот так это много разных факторов вместе, и вот так получается, да, там все проверяют в этой ситуации. В этом смысле, вот, если, опять же, брать там какой-то период, не знаю, в 10 лет или сколько-то, появление смартфонов, телефонов, которые вот позволяют снимать, насколько они вашу работу упростили, они помогают вам, и в то же время часто приходится слышать о том, что подростки, например, в каких-то конфликтных ситуациях, они предпочитают снимать происходящее, даже, кстати, вот, опять же, можно сказать, ваши коллеги, пожарные спасатели недавно такую компанию проводили, они призывали, если ты видишь какое-то ДТП или что-то такое, прежде чем снимать в вызове, собственно, нас, спасателей, ну вот в работе в полиции, какое место заняли, знание для смартфонов, с одной стороны, вы можете таким образом отслеживать, с другой стороны, наверняка, это, есть и другая сторона у этого всего. Ну, у нас так, что уже года три, наверное, как минимум, у нас есть мобильная аппликация, значит, можно App Store для iPhone, для Google, да, для Android скачать, и там замечательная аппликация, что можно сфотографировать, сразу же заявление уходит в дежурную часть, это целью сатых смеснотой, куми, может быть, где-то трава некошенная или как-то сосульки, что падает, может там человека травмировать, это может любой скачать, отослать, и уже экипаж по необходимости, там, ну, они распределяют, что очень важно, что может подождать, да, обязательно туда поедут и всё решат, как бы это, ну, нам упрощает, очень много нужных таких вот заявлений электронных к нам приходят, но есть такие рижания, да, которые вот в спальных районах, вот он идёт и каждую машину фотографирует, и он нам присылает где-то 40 таких вызовов, 40 заявлений, Повышенная сознательность у человека. Ну, замечательно, да, что у него такая повышенная сознательность, но если машина, ну, не особо мешает, возможно, да, то, ну, как бы, ну, опять же, полиция реагирует, конечно же. То есть, про парковку вы имеете в виду? Да, да, и вот нам такие приходят, если 40 пришло, то обязательно все 40 приедут и проверят каждого, да, и каждому выпишут соответствующие. Ну, если про парковку мы говорим, я вообще понимаю так, что если во дворе, а мы знаем, что это большая проблема, эти много жилые спальные районы, если одна машина припаркована некорректно, её фотографируют или по её поводу вызывают, то приезжает полиция, и она должна штрафовать всех, кто некорректно стоит, там, я не знаю, как-то, во дворе. Да, если полиция заметит, что ещё какая-то рядом, то, в принципе, конечно же, полиция тоже будет штрафовать. Ну, там тоже свои нюансы, там, может быть, где-то затёрлись эти линии ограничения, там они мерят специальная рулетка верифицированная, там фотографируются на видеофиксацию, ну, чтобы не было обжалований, да. Ну, и полиция, да, выписывает протокол. Давайте звонок примем, наденьте наушники. Хорошо. Да, добрый день. Добрый день. Пожалуйста. Мне кажется вам, что меня удивляет государство, воспитывая стукачей и провокаторов детства. Угу. То бороться с стукачами, говорили, что, а тут дети вырастут, только в будущем дети. Да, спасибо, поняли ваше мнение. Ну, это всё тоже мнение. Это же первое слово. Да, мнение, да, но если нам радиослушатель скажет другую возможность, да, как-то проверить это, то мы обязательно будем тоже другими возможностями пользоваться. Я думаю, радиослушатель был бы против, если его, например, там, ребёнку, внуку несовершеннолетним продавали бы алкоголь, и он бы пришёл бы пьяный и дома бы рассказал, а мне там продают спокойно и что-то такого, ну, я буду пить, и вот я продолжаю. Кстати, многие пользователи в тех же комментариях тоже вот с таким упрёком писали, привлекайте своих детей. Насколько я понимаю, сотрудники полиции своих детей привлекают. Ну, кого подходит по критерии. По возрасту, когда подходит, и сам ребёнок хочет. Если ребёнок говорит, мам, я не буду там, ну, это нельзя заставлять, это уже будет эмоционально населенный над ребёнком, уже ответственность за это есть, да, в кодексе. А много вот, или у вас нет такой информации, детей, сотрудников, например, в этом году участвовали? Нет такой информации, понимаете, у нас больно, сколько, 800-900 полицейских в Риге, да, это каждый район делает своё, каждая административная группа делает своё. Участвуют, и начальников отделов участвуют, дети, да, там одного, вот я знаю, кого участвуют, те уже выросли, да, ну, как бы участвуют. Какие-то районы, ну, вы уже так вот прозрачно намекнули, какие-то наиболее проблемные районы, это тоже традиционно для Риги? Ну, наверное, вот так называемый морсковский форстат, традиционно, да? Ну, традиционно, да, но, опять же, у нас когда-то был или опрос, или как-то вот мы смотрели статистику общую, в конце концов-то общая статистика, что везде плюс-минус даже так одинаково, да, просто, возможно, там более какие-то громкие случаи, и как-то так вот это всё более там резонансно получается. Везде разное, например, лично вот из практики моего отдела, Витзамское предместие, оно такое, где постоянно происходит семейный конфликт и вовлекают детей, вот постоянно заявления пишут, соседи там слышат, как детки кричат, их обижают. А, в Витзамске просто пояснить, это, получается, районы… Курфтемс, Югла… Плявники. Плявники, да, там вот. И вот как не день, да, опять что-то там было, опять-опять-опять-опять. Вот везде как бы своя специфика, так точно. Ещё не такой вопрос, вот опять же, не знаю, насколько вы сходу сможете об этом рассказать. Несколько лет назад из России всё это началось, было такое явление, оно называлось «синий кит». Помните об этом, да, когда якобы вот такие игры смерти стали распространяться среди детей и стали появляться. Нельзя было, правда, разобрать, насколько это было там больше провокацией или реальности, что в Латвии тоже это есть. Что с этим? Я вижу, что уже реакция вы в курсе. Конечно. Да, что с этим? У нас так, что как это только прозвучало, да, тогда мы сразу же активно… У нас сейчас в Риге 109 школ, да, у нас, ну, не портал, безостановочная коммуникация с директорами, с социальными педагогами школы, как только так сразу звонят и просят помощи, да, или как лучше нам действовать в школе в этой ситуации. И как только вот это появилось, у нас сразу же несколько школ приглашали читать лекции на родительские собрания, делали родительские собрания, особенно в тех школах, где было актуально, возможно, это, где учитель что-то услышал или увидел, или какой-то, ну, какой-то ребёнок что-то сказал, на ушко шепнул, да, сразу же производили родительские собрания, я на нескольких был сам, но там родители по-разному на это реагировали. Некоторые родители… В четвёртом классе, например, учатся ребёнок, и родители говорили, мой ребёнок в интернет не заходит, вы ему никакую лекцию об этом не читаете, но с чем мы никак не можем согласиться, потому что есть другие дети, которые ему расскажут стопроцентно. Там очень разные мнения были, но наша реакция была молененосная, там мы читали эти лекции, и что-то там даже в нескольких школах что-то было, где мы, возможно, делали какие-то проверки, да, что вроде бы даже у нас там в одной в Латгальском предместе было так, что девочка посылала смс-ки, ну, как-то ей было мало внимания, наверное, и на классы младше хотела побаловаться. Припугнуть. Да, но те дети были, как бы, испугались, да, и как бы мы там уже смотрели, что же это, но она как неосознанно, может быть, не со зла, но как-то вот даже так что-то, были случаи, что она хотела повторять, подражать чему-то такому. Ну что ж, спасибо большое, нам пора вас отпускать, у вас сегодня, наверное, долгий день, да, ещё в муниципальной полиции. Артём Калас, представитель Рижской муниципальной полиции, был у нас сегодня в гостях. Спасибо, я Андрей Лешкевич, звукорежиссёр Евгений Копеин. До свидания. Всего хорошего.